Так, ребят, всё, без задержки, вернулся я Надеюсь, всё окей, будет ТВ против Солора, бьётся Косяки сегодня в этом плане, блин, из-за этих Из-за этого падения получились, так-то вообще всё ништяк было там до этого Ну, вроде ТВич нормально должен работать, короче Всё, ребят, честно признаюсь, ну тут не моя вина, сейчас мы гудгейми работы проводили Лишь пристримы лучше работали, надеюсь, действительно они будут лучше работать Я всё никак не заморочился там с тем, что Абвер мне скинул, чтобы пристрим нормально работал Тема там какая-то новая, вот Посмотрим Не, всё, ТВич хорошо работает Хотя не, паралаги какие-то иногда бывают Небольшие какие-то паралаги бывают, но реально небольшие Посмотрим, надо по времени последить, сейчас что там будет в итоге Вот Ещё раз всем привет Тивая против Солора только что вынес Дарк Тивая 2-0, вы это видели сами Очень круто, конечно, Дарк отыгрывает с Гидрой, прям вообще Гидролинга в Эллинге Тивая ничего сделать не может, Тивая, между прочим, участник Близкона Стоит отметить, не мой важный факт такой Но пока вот по турнирам, которые сейчас идут Вот реально спроглазировать чемпиона Близкона сейчас очень тяжело То есть Да, кто-то очень сильно играет сейчас Кто-то просто не палится, особо сейчас не напрягается Вот статс, видно, вообще Наверное, слабо не катает, наверное, уже о Близконе мысли все Вот остальные Остальные неплохо, конечно, отригрывают Тоже, ну, кто-то косячит, кто-то меньше И ещё посмотрим, что будет Я даже не знаю, если честно, что там может быть Два эволюшина, ребят, у Солара Тут две инженерки Третья цеха, халява Иновейшн Рок Ну, может, иновейшн Рок Вообще, как бы Рок, да, сейчас крутой уровень Девяностоит, но это вот сейчас крутой И пройдёт месяц, блин И ХЗ какой там уровень будет Поэтому не хочется даже загадывать Солара лагает У меня вроде нет Не особо тут лагало Что же будет Дведь лагает Нет, они Солар говорят, что у них 80 пинк И что это кто-то не из них лагает А из стримеров, по ходу дела Кто, я не знаю У меня стабильные 350 Здесь, как бы, как на Корее бывает То есть, когда прыгают выше пятихатки Уже где-то лаги могут быть Игра возобновлена Так, третий соло раскачивает Что, дрон строит? 1 на 1 заказывает Тивай пока что-то А у него и газа нет на 1 на 1 Он только вот на второй базе Газ добавляется Атаку заказал Атаку заказал Сейчас броню на 2 заказе Всего одним почему-то рабочим Так сказать Сейчас направил И сюда, да, надо направить Чтоб сразу начинали Все, броня пошла А пока что минеральные только Юниты строят Соответственно И цеха на третью полетела Извергается, делаю 2 эво А европейцы Пускай скачут Третий Ну, есть и у корейцев Стиль с одним эволюшным Потом добавляется второй Сначала делаешь броню, например Первую на всех юнитов А дальше начинаешь Как бы вторую броню Там имей коготь милишный Вторую броню делаешь И там можно Ну, то есть Уже потом Еще эволюшн добавить И Хозяин клада там 2 уже есть Потом атаки чисто сделать Как бы Грейды на атаке Получается Пока хайва нет Так Минус рипер Ну, Солара все-таки Раскачет на 66 51 По рабочим По лимиту Все хорошо Солара на близко Не участвует Можно сконцентрироваться На таких турнирах Кстати Тем более Призовые более чем достойные Наутевая третья базка Добывается 1-1 Тоже делается Армор Либо уже пора бы заказать Скоро атака будет готова Пока не закат Солара 1-1 Доделается Смотрите-ка Четверт Хаткет Эта кивая Минус ружь Не-не Здесь так Не минус Ничего Это слишком нагло Крип Уморы Вперед Погнали Аж 3 штуки Сейчас Прям на камне Здесь крип Катухи на половине Скорость Дальность Гидре Но ущерб Еще-то 2-2 Грейдом Вот Вторая атака Опа Вот да Посмотрите Фовар И здесь Решил Сейчас он 2-1 Грейд Сделает Смотрите-ка Его Вот здесь А потом Он сможет 2-2 Атаки Заказать После того Как Ну и хайп Будет делать Получается Так 75 Сейчас 6 По рабочим Пятую Совар Не спешит Ставить Пока Я вижу 10 Гидролисков И вот То что Зерги Играя в этот Стиль Начинает Гидре Грейды Делать Абсолютно Положительный Момент Считаю я На атаку Я имею ввиду Конечно же Вот здесь Снизу Пришел Тивай Блокада Будет Верхний Баз Четвертый Солор Отступ Обходит Снизу Все это дело И он может Выбить на крипе Вполне По-моему На изящих Здесь все Это дело Танки Разложены Только Надо Скоординироваться Сверху Атаковать И снизу Атаковать Так Бейны Катятся В бил Танчик Падает Бейлинги Не докатываются Полностью Майлик Избревают Правда Он 8 Рабучих Подвыбил Солору Вот Хайф Пошел Хайф Это хорошо Конечно Так Ну что Ну Камни Тут Выбил Солор У нас Стоит Рядом Бегает Агрессивно Королеву Четы Солора Гуляют Надо Крип вперед Пилить Вот Два Крип Пилить На центре Очень много И смотрите Занимает Уже 12 часов Солор Пятую Ставят Утилая 2-2 Грейда Доделают Там Фугасы Дома Броня На технику Пошла Четвертая Сеха Ну Солора Развитие Хорошее Очень Даже Здесь Второй Коготь Заказан Ну Рунжовую Вторую Можно Заказать А Хайф Готов Либо Третью Броню Уже Заказывать Другого Не дано Потому Что Если Утрала Хочет Чтобы Грейджи Не были Солора Лишь Надо Третью Броню Заказывать Вайпер Пошел Один Четыре Есть Газ Вкидывает Куда-то Непонятно А третью Атаку Не делает Здесь Забегание Идет Интересно Прям Линги В сенсор Тауэр Встали А зачем Так Они Встали Та Тивай В выходе На центре Сейчас Находится Так Покатились Бэйны Тивай Может быть Подразвернуться Б стоило А то Как-то Он далековато Здесь Бункер Взрывает Моментально Соба Солор Собаки Забегают Вообще Идеально Сейчас Дома Гидра Тивай Большой Выход Здесь Собаки Нагрызли И 8 Рабочих Еще Солор Сгрыз Сенсор Пусть Грызет Чтобы В последующих Забеганиях Было Лучше Да Смотрите Здесь Сразу Забегание Пошло Вообще Офигеть Солор Молодец Кэши Но Без Бэйнов Правда Здесь Тивай Опять Слоу Граунда Пытаются Зайти Танки На хг Солор Пошел Отдается Куда Ты Идешь Так Нелепо Так Собаки Стоят Кстати Вот тоже Собаки Эти там Где-то Убежали Вообще Это Плохо Для Солора Сейчас Он Вообще Ну То есть Не Готов Здесь Уже Прирост Такой Что На Изич Их Выпилит Всех Собак Этих Солоры Понимают Прекрасно А Дома Напряг Идет Очень Слабый Сбревает Четвертую Базу Ток Ток Сейчас Ультра Выходит Первая Уникальная Грейт Скоро Готов Будет Ультрой Уже Проще Значительно Будут Бит Спас Либераторов Нет Ток Танки Ну И даже При этом Раскладе Тяжело Так Камешки Упали 12 Добывается У Солора Стабильно Панцирь Готов Третья Броня Скоро Будет Готов Второй Пугать Готов Рынжовая Одна По земле Правая Ловкая Сейчас Надо Второй Ковать Заказать И Вот Здесь Вторую Рынжовую После брони Просто Поставить Но у Солора Минералов Не хватает Ага Так Солор Восстановил Везде Добычу Ультрал Один На мейне Надо его Как раз Таки Бросить Вот Идеально Вышел Солор Не видит Что здесь Марики Прилетают Ну и Че Кто Будет Отбивать Так Пошла Атака Какая-то Разродина Вайперы Зелень На танки Кидают Ультрал Заходит С ХГ Сейчас 170 На 120 Пока Тивай Одним Медиваком Дропает Солор Его в лоб Просто унизил В это время Забегание На третью Сделал Минус Все Здесь Кстати Должен Я вам Сказать Что Солор Очень Качественную Игру Демонстрирует Сейчас Ничем Не хуже Дарка Того же Вот По-моему Если Не лучше Так Здесь Медивак Улетает Ядро Не получилось Забрить Дроп Так Укралы Неловко Это Вступает На развороте По марикам Чикнул Солор Ну Тут Тянуть Я не понимаю Че он тянет Ну Граундится Цеха Есть Конечно Солор Че-то Назад Открут У него Стациональной Обороны Конечно Мало Но Зачем Он Полностью Назад Убежал Можно Конечно Протранс Погодите Что По Королеве Вот Где У Солора Я думаю Че У Солора Плохо Королевы Две Всего Ё Моё Любитель Смута Стиля Смут Смут Там Сейчас Охренеет Вообще Охренеет Смута Собаки Тут Ультра Вон Контур Забегай Накидываются Про Твич Отписал Говорят Лаги На Твиче Люди Ну а че Я Блин Сделаю Пока Что Я Ничего Не Сделаю В принципе Ничего Не Сделаю На Этом Стриме На Следующих Может Да Короче Ребят Ой Ультра Кусками Разлетается Здесь Либератор Митивай Отбивается Между прочим Их Много Уже Стало Только Атаки У них Нет Корраптеров Уже У Солора Тем Временем Пачка С плюс Один Сейчас Будет Чему То На Ультралов Гриды Больше Не Делать Странно Это Очень Уронов 64 Штуки На Выше Идет Здесь Хат Там Демедж Она Очень Была Но Рабочий Перевел Сюда Вроде Солор Твай Просто Сбрил Хлам Че он Так Надолго Отступил Сейчас Не Понятно Ультралов Да Зарегенил Вроде Все В порядке Так Здесь Сила Идет Вперед Солор Видит Это Разворачивается Сюда Возвращается Хочет С ним Биться Явно Сейчас Солор Хараптеры Врываются Сверху Беллинги Снизу Беллинги Ядра Ультралы Заходят Вайперы Притягивают Либераторов Бэйны Врываются Просто Земля Падает Хлам Солор Идет И просто Я не знаю Затоптал Беднягу Просто Ну что же Вторая карта Нам нужно Кстати Не переименован У меня Почему-то Трансляция Сейчас Переименую Трансляция Эта Трансляция 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 Так, сейчас рестрим перезапущу. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас твич переврубил ребят, посмотрим что там будет на твиче. Вот так вроде на первый взгляд нет нифига лагов. Ладно, будем следить, вы пишите короче, если там что-то будет. По-другому тут никак. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что ребят, все, возвращаюсь к вам. Что-то тут залип, отвлекся. Ну да, если бы в дурачка он бы не играл. Навряд ли он Блескон возьмет, конечно, ну всякое может быть. Короче, всем привет еще раз, ребят. Рекламу пока не буду пилить, но помните про поддержку подписываться на премиум и т.д. Поддерживайте по-разному. Мой гранал, всем за это спасибо. У нас ТВ против Солора, это уже какой-то пятый, по-моему, пятый обо два, всего их десять будет. Или девять. Десять вроде как. Короче, еще много матчей будет. Как это-то ветер носил. Сегодня адский циклон пришел. Вчера как раз спутниковые снимки смотрел. Он как-то в районе был в Восточной Европе где-то находился. Ну вот, я сегодня уже пришел. Привет всем. Ну, мой спаджей. Каких суток-то? У меня нет никаких суток. Вообще, эта фраза не очень грамотная, доброго времени. Поэтому я им всегда пишу добрый вечер там по московскому. И всем понятно, что у кого другое время тому то доброе и будет. Ну да ладно, это все, короче, хрень. Вторая карта Солар против ТВ. Смотрите-ка, уверенно он прямо стартует, я вам скажу. Третью хату. До 60 дронов быстро количество довел. Один-один даже чуть раньше на несколько секунд. Ну и лейер Бейлинг Несту сейчас по катушке будут заказаны. Раскачано прям все супер круто. Только газа на мейне я не наблюдаю пока. То есть пять газов пока. Один на мейне еще не добылся. Дропщик лингов сейчас будет. Здесь неплохой очень такой сделан. Восьми. ТВ, кстати, особо нечем встретить. Ну, сейчас марики выйдут сюда с приростом. Можно будет уже встретить. Ну а что тут у Солара получится? Депух пару сгрызть. Ну да, вот этот Депуху сгрызет. И второй, возможно, тоже сгрызет. Раз Депуха падает. Два не упадет. Солар не видит, что собак ему ТВ принимает. Потому что здесь движуха идет дома с мариками. Сейчас еще ТВ овера собьет. Это ошибка. Конечно, ошибка надо. Вот уже пожарная команда выдвигается. Сейчас вычинит КСМ-чик в эпоху. И все будет ништяк. Здорово, Костяс. Как там твич работает, пацаны? Лучше стало хоть маленько-то или что? Или есть там лаги? Вообще как бы F5 там, если что, жмите вообще. Ну как бы я смотрю, у меня там более-менее нормально было. 2-2 у Солара, ребят, grade D. Гидра поперла. Гидроден инфестейшн в хайв уже будет. Газ на мейн добавил. Четвертый хад ставит. Крипа достаточно много. А у ТВ даже два... Оуу, он сармолит, застыкал здесь. Даже 2-2 нет. Особо grade. Приводит танчик. Сзади Био. Еще один танчик подходит. Крип забрал, пшатал неплохо. Лимит, кстати, неплохой у ТВ. Учитывая, учитывая, что трипа здесь у Солара не так много, будет тяжело. Пока да. Ну отличный штук. Пока да. Пожарит. Утопа. Утопа. Так, ну 157, 157, ребят Четвертая цеха у тела В этой игре это уже все значительно лучше получается Бараки плюсом добавляются Их будет сколько уже? 7 на мэне Еще один где-то, видимо, будет заказан На третьей стеночке есть Вдалеке от бункера получается На четвертую тивай ставят спокойно У Толлора сейчас хайф доделается Он может заказать адреналин Там 3-3, ультралис кевернс может выходить Так, видят, все, вот здесь тивай находят Сбревает минки все Очень неплохо, кроме одной, которая сзади была Она жахнуть успела сейчас Все, хайф готов Толлор опять вперед идет Не, без скрипа передумал вперед идти Ченлингов здесь пачка есть хорошая Надо им сразу вперед было бы пойти Попытаться... А, здесь бэллинг дропы были Ну что, адреналин ультралис кен Пока без 3-3, на 3-3 слишком дорогие грейды Будешь прям сразу их так заказать Дронов сейчас Солор возвращает Криво это делается Здесь гидра нормально пройти не может Здесь собаки тоже примут Одновременно тивай заходит через центральную часть карты Начинает шатать Ну так, разменялся только Но второй Солор оголил здесь Ооо, не хватает веса Надо для чего стационарной обороны Скорка плетка может зарешать Вообще по медилакам стрелять будет Ооо Ну там юнитом тыкать плетка, короче говоря, будет хорошо Фугасов... Фугасы отсутствуют, да Вот только сейчас тива я заметил, кстати, заказала Ну вот На такой стадии косяк, конечно, может уже бы Ну хотя навряд ли добил бы уже Но лучше бы дарался бы Лучше бы ситуация была бы У Солора пятая база уже стоит Ну она, правда, не добывается 3 ультрала адреналин На 3-3 пока ресурсов выделить не может Слишком он все тратит вообще Справляется Солор с прессингом Минки повыбивал Ох, по оверсиру прилетела Еще и сплэшем по гидре Как зашло по своей же Неслава Здесь какие-то дропы идут Но Здесь все есть у Солора, чтобы отбить Королева Линги-Беллинги Даже королеву не убил Тивай просто дроп не сконтролил Отдал Везде какое-то движение Просто темп, конечно, игры жесткий То есть только успевая смотреть, где дроп И вспоминает Тивай, что здесь медивак висит пустой Отвоет домой его Терять Зачем он медивак с полной энергией практически 3-3 грейды делают Тут у Солора 3-3 нет грейдов Меня это беспокоит сильно, конечно Сейчас вот ток-ток Вот он их заказывает Броню На хоготь тоже сейчас Ресы были, минералы На минералах не хватает Солору сильно Газ-то есть у него Но пока я что-то не заказал Вон 3-3 Собаки депок прогрязать Кстати, марики из бункера Не достают до них Но здесь делать что не получилось С фугасами настолько эффективнее Собачки не уходят Так, полетели дропейнчики Так, полетели дропейнчики Прямо на третью прилетел Да, прилетел прямо на третью Зачем наверх раскладывать А, ну думают, что сверху Какие-то юниты будут заходить А какие там сверху будут Все снизу будет заходить И биться, конечно же Так, гидрал поделаю Два либератора В итоге они вообще Ничего не прикрывают Гидра снизу их начинает Выпиливать Один гидрал залез Но только мародер Его в итоге добил Опять же На мэнтивай залетают Натралы падают Здесь дроп на четвертой базе Опять жесть начинается Какая-то Передроп вниз Сразу же Оттивая Ну, внизу есть ультрала Внизу все нормально Здесь либератора Чуть-чуть быстрасть Соллар выбьет Выбивать Ну, тивая больше По лимиту за дропу Соллара вообще сейчас Просто нереально Так, это я походу, да? Да, бывает Да, бывает Я просто открыл Так, диспетчер задачи Смотри Память, конечно, сильно у меня грузится Может, памяти маленькой еще прикупить На самом деле На самом деле Смотрю, что-то на 58% Оперативка В данный момент Дропчиком тивая Выбивает Солру Очередную базу На мейне Пул На центре ультрала Караптеры Вынуждены Драться Против Либераторов Минок Био, правда, практически нет То есть Прикрыть Либераторов Особо нечем Соллар сбривает Все в центре Но Больше боевого Больше в целом Лимита у тивая На мейне Сейчас хайф упадет Вот заходит Соллар сейчас Пробривает Базу тивая Очень неплохо Одну из 18 рабочих Уничтожает Но дома Не отбить Дроп просто Там Пару мародеров Марики И В итоге Ну Так А это что Слонхозцы уже Куклик Было Ну Два Там один Остался Слонхоз Было Два 109-183 Ребята Здесь 1-1 Здесь Соллар Не получилось Тащить Ну Тивая Иначе Бо Вообще Печально Бошел Курнирная Таблица Ге-ге Соллар Пишет Так Хром Да не Хром Не супер До хрена Жрет Ну Жрет Конечно Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Попробую вкладок Хотя бы Закрытие Пошел Ленвайт Сейчас Кое-что Сделаем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Стас против Deer Кстати у нас будет... Продолжение следует... 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 Ну что же Ситуация его хипового Какие-то имморфлые пошли синий какой-то скин И понятно у них санты Такие какие-то тоже необычные И удира треть нету Раскачиваются эти удира рабочих побольше Удира уже архивы там флоров Строятся Чарж плюс один Устаться только плюс один Чарж устаться есть Нет, кстати почему Статс не делает Ни Чарж, ни Глеб, ничего странного Тоже это очень Просто завтыкал Ни архивов там флоров, ни хрена Зато и Мортал строят Статс Но Диэр тоже подстраивает Тоже второго кстати говоря Здесь еще один пилончик Да, вот Чарж с архивчиками пошел Диэр и газ уже поставил На третьей базе Не знаю По-моему третий газ на третий Нужно же сразу ставить Такой стиль Играешь Потому что чем больше архонов На ранней стадии Тем лучше Они слишком жирные Для ранних стадий А у Диэра сейчас их будет больше Чем у Статсон Сервер прилетел Сбил Статсон Обнаружил его Минус иллюзия ребят Опять Статс перехвалился Интересно кстати пилоны стоят Фотоночку прикрывают На третий Некраси Диэра Четвертый уже пошел Плюс два чуть раньше Статс еще плюс гейтов Добавляет Три штучки Сука у него будет суммарно Уже у него есть девять Их получается Шесть и три Добавляется Девять да Будет Девять будет Странно что Необычно четное количество Делают Что там десять Например было Статса нет Не так Двигается вперед И кстати тайминг У Статса выхода Такой будет То есть он сейчас Медленно будет идти Он аккурат под Второй грейд На атаку Диэра Придет А у Статса позже Этот грейд И он не сможет Нормально проатаковать Вот он вперед Попер Иллюзия там Вперед полетела Вторая призма А нет Это первая призма Сюда летит Я прошу прощения А теперь же Обнаружил Сбил Ревелейшн Вынужден скинуть Был на всех случаях А Ракула Диэра Отпокусил Неплохо Кстати Покуснул Чтоб Ревелейшн В Статс не кидал Больше Выходит вниз Принимает бой Диэра Кстати побольше Здесь юнитов В Статс Дилки прыгают вперед У Статса Морфикс Архоны Спасает Сталкеров У Статса Больше Ох Сталкеры Кстати хорошо Здесь сплетанулись Бой приняли Неплохо Архонов Надо пропустить Статс Пусти Архонов Что же ты делаешь Пусти ты их вперед Да как ты Блядь Кобичар Сталкер Мипсемь Мипсемь Назад Блинканулся Они бы сразу Да ну Они вообще В бою не участвовали Вот если бы сейчас Эти Архона Два вперед Пошли бы Совершенно По другому Бой бы кончился Совершенно По другому Так Минус Архон Здесь Минус 2 Эморкла Диэру Статс Продолжает Перед идти Диэр не фокусит Архона С Эморклом Это очень плохо Было с его стороны Ну Статс Ро успешно Развалился Просто Проигрок Сталкеров Сначала Наверх Сделал Грамотно Фронт Хороший Сделал Но потом Два Архона Это вообще Жесть Да даже Не надо Всех Блинкать Там 3 Блинка Сталкера За Архона И он Проходит Но всеми Просто Это одно Действие Хопа За них И они Вперед Бой Сразу Ступили И Сталкеры Позицию Поменяли И пока Там Архона Будет жить Кдшечка Блинка Уже пройдет Точно В итоге Статс Крайне неудачно Здесь как-то подрался Ему и не надо Бой было давать Четвертый Нексус Там и там Готов одновременно Приблизительно Но еще не конец Ребят Как вы понимаете Этой игры Естественно Ведь у Статса Еще Ну И Нексус И по лимиту Отставание Не гигантское И Третья атака Делается На Уди Раздув Фажей Игры Вот Так Два аморку На Далью На Четвертый Полетает По тонку Минус Минит И Статс Бьет Вместо По тонке Пробок Бьет Газ Сейчас Пробки Начал Бить Ну Свалил В итоге Здесь Блинки Испешно Аккуратнее И кстати У Статса Интересное Знание Дальше Шайн Делается Для чего Он нужен Будет Видимо Чтоб Харасить Мейн Как-то Тоже Вторую Фажу Добавил Все Гейтов Десять Штук Уже Получилось У Статса Более Мейтов В плюсе Старгейт Возможен Мазершип В перспективе Тоже Вторая Форжа Заработала Ну Вообще Как бы Абсолютно Одинаково Сейчас Они действуют Игроки Но У Дир Такое ощущение Получиночка Сталкеры Ушли С Ксилнаги Статс Здесь Как-то Забегание На четвертую Получается Дир готовит Одновременно Врыв Еще В каком-то Направлении Призма Вернулась Архонов Еще Много Статс Рабочих Больше То есть У него Экономика Чуточку Получше Получается Чем у Дира Но Все ли Идеально Добывают Ну да На мэне 6 Здесь Везде Все Раскинуто Нормально Так Дир Заходит Четвертый Статс Армия Вообще Хрен Пойми Где Стоит Вообще Непонятно Зачем Она Там Находится Здесь Сталкеры С Архонами Агрид Зил Пошла Атака Со стороны Дира У Статс Очень много Зилков Позиция У них Просто Ужасная Архоны Идеальный Сплэш Здесь Наносит Узком Проходит Статс Вот здесь Дира С одной С другой Стороны Надо было Встречать И там Он нормально Дрался Опять Сзади Архоны Тупо Резит Ну как Зилки Развалились От Архонов Сейчас Просто Жесть Была Архонов У Дира Еще Больше Здесь Опять Позиция Такая Что Все Куча Стоит У Статс Архоны Пока Живут Три Ема Здесь Все Осталось ГГ Ребятки Похоже Здесь Уже Не Вытащить Статс Далее Будет Да И Сталкеры Дира Сбоку Приходит Призма Минус Хорош Вообще Молодцом Диру Четко Отыграл Пока Что Статс 0.3 Просто Летит И Это Конечно Не Очень Хорошо Сейчас Посмотрю Там Вроде Как Оперативно Ее Обновляют Соллар 4.2 То есть У Соллара 2 победы А нет Погодите Соллар 2.0 Статс Победил Соллар 1.1 С Дир А мы 1.1 Раз Стиваем Получается Дальше Стивая Стат Стивая Дир Дарк Соллар И Дарк Стат В самом Конце Будет У нас Дарк 1.1 У нас Ну Вроде Как Нормально Все Двигаются Надо Бы Включить Этот Свет Темно Става Реально Погода Испортилась Вроде Как Учисления Обещали С дождями Вместе Все Хотел За грибами Как Сидеть На Твою Неделю Никто Не Подрывался Сейчас Уже Походу Все Хорош Учисления Учисления Ну что, вторая карта Статс Дир, ребят, 1-0 Дир Повел Впереди у нас будет еще, сейчас я вам скажу Статс Дир, еще 4 матча после этого будет Тилай Статс, Тилай Дир, Дарк Солар Дарк Статс Пока что Дарк и Солар, два Зерга вообще впереди Там всех идут Чтобы к ним присоединиться, вопрос открытый пока Ну кто сильнее, тут и присоединится Опять же, в общем-то, два гейта, два газа Ну, фроца ПВП редко по-другому как-то играет Потому что сейчас Нексус Первый, не, иногда даже Нексус Первый отыгрывают сейчас Но на это под карту, под оппонента под стройку Чаще, чем Что-то такое стандартное Дарк Статс Так, ну что же Бустится Кибернет еще, ребят Варп у Дира, пошел Дир Синий Статс, заказывает Кибернетку Бустит Мазершип Кору Статса Адепты плюс Мазер Кор А здесь адепты тоже Правда, бустит Варп именно Дир почему-то Почему именно Варп бустит КЗ И Старгейт на мейне у Статса Попер сразу же Здесь Мазер Коркет Прокси проверяет Плюс два сталкера у Дира У Статса ничего больше не добавляется Помимо первых двух адептов Дир хитро обходит сбоку, кстати, адептами Как и Статс так же делает Но Дир чуть раньше, кстати Будет он быстрее Немножко Приходит, но Буквально секунд там На На несколько секунд Здесь Мазер Кором Тоже не спалят в итоге Еще Дир Статс Мазер Кор ранен Скоро на два умерчажа Через 30 энергии будет А у Дира У Дира то же самое У Адепт приходит Статсовский Куда ты идет Что, емае Статс Что ты творишь Что Ё СТО Ё Оракул статс летит вперёд, здесь адепты, может адепт встретить Оракул? Куда ты полетел статс? Решил, что да, адепту надо встретить Оракул. Как убого статс это делает всё. Иногда статс это поражает, как можно так делать убого, но всё-таки убил. Энергию потратил, но всё-таки убил. Адепт второй Оракул сейчас будет готов, первый вообще без деможа будет ещё секунд. Да минуту где-то ему лучше демож не урубать. Четыре адепта, заходите, шесть сталкеров целых. Хорошо, что статс не телепортнулся, сейчас была печаль с адептами, если телепортнулся. Первый Оракул, всё, уже даже можно урубать, разогрев ненадолго вообще. Сейчас второй приму присоединиться и будет статс харасить неплохо, двумя Оракулами пытаться. Ну что можно делать, может Сентрю попытаться забрать там с двух ударов. Ну здесь уверчажа и там две Сентри, как бы это печаль полная вообще. О, статс прилетел и две Сентри забрал, потому что Дирни сразу урубил уверчаж. А, здесь адептами статс ещё врыв делает, но вот врыв вообще беспонтовый адептами получился, по-другому я и не скажу. Просто четыре адепта отдал статсу, уже шесть суммарно в этой игре, по потерям он в плюте, конечно же, для Диро в плюте, Диро меньше потерял, чем статс. Оракулами сталкера демоджа, но статс забрал, молодец, внимателен. Так, ещё раз прилетел, прохарасил. Сентри попёрли устатся, рабочий пока отстаёт, но строит активно и морфу пошёл. А у Диро интересный грейд для пвп очень рано, чарж заказан. Зачем такой ранний чарж, интересно, Диро? Уж не выход для какой-то. Но с другой стороны, если к те приходят, чарж можно отбиться неплохо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, готовится к третьему Нексусу. Уже третий поставил Нексусу. Вот он строится. Сейчас же архивы темпларов, о, кстати. Нечто подобное, как с зергом играется билд. То есть можно, кстати говоря, можно пушить в пвп точно так же. Зелки архоны в пвп против ротса, особенно, которые как статсут имморталов подстраивать любят много вначале, они идеально заходят. Имморталы вообще по ним бонусов не имеют и разваливаются. А архоны топчут филды. То есть и филды бесполезны, и имморталы не так сильны, как могли бы быть. То есть перед ними надо тоже архонов создать, чтобы было вообще всё замечательно. Так, восемь гейтов у дирода, пошёл выход, видите, он третий. И вообще, о-о-о-о, какой файлончик. Устаться просто. Ладно, чаш статсу, он на обороне не так сильно решает, но самое это главное, что архивы темпларов, ну хорошо, что они 36 секунд строятся. Это очень быстро здание, здание, точнее, которое очень быстро строится. Поэтому статсу успеет варпануть, я надеюсь, там пару архонов к моменту прихода дир. Вот гейты он открывает, вроде как новенькие сейчас. С оверчажем посидит, немножечко здесь отковыряется, я думаю, оверчажи поставят, они будут отстреливаться очень неплохо. В это время, кстати, оракулом летает харасит, и дир что-то тут встал, и вперёд не идёт. Вот первый архон у статсу уже есть. Есть гас на ещё одного архонщика, есть и мы. Не, ну вроде здесь статс всё нормально делает, но дир уже отступил, и сам рабочих начал хлепать. Причём при этом всём у него даже плюс два раньше, чем у статсу. Хватонок нигде нет, а бы раньше ничего такого обнаружить, это было плохо, что так. Так, четвёртый у них у статс. Вот оракул прилетел, пять пробочек, минус нул, ребят. То есть была ровная игра, было у дир чуть больше. Оп, прилетел пять пробочек, уже у статса больше. Боевой одинаковый, плюс два там не сильно стоит, вторая фаржа у статса. То есть, я бы сказал, что сейчас более-менее всё в ровень у нас здесь идёт. Ну, статс вторую фаржу правильно абсолютно делает, гипп плюс делает, начинается какая-то движуха на центре. То есть статса проатаковать как будто хочет, ну здесь шесть архонов у дир. Куда там статс собрался врываться-то, я чуть не понимаю. Прямо на второй нексус? Ну, нагло ли это было дело, но статс он сейчас. Так, видит, статс у дир подходит. Надо свалить, конечно, вниз сейчас, дир тут архона чуть не убил. Ну, статс вроде ничего не потерял, то есть тут тяжело выходить через эти узкие проходы, чтобы отгонять оппонента. Я уверен, что статс улынить тут и не собирается. Зачем ему? Он отступит сейчас назад. У него... Блин, у диры четвёртый нексус намного раньше, кстати, я этот момент упустил на самом деле. Вот этот нексус может зарешать. Так, здесь статс. Я вижу, что пилон на халяву пытается зашатать. Убил, да, убил пилон. По лимиту практически ровень идут. Всё ещё. Вторая форжа. Ну, вот одна броня, она не сильно зарешает. Нужно, чтобы сейчас вот начали уже поля делаться там и т.д. То есть надо ещё прожить немножечко статс, чтобы вторая форжа окупилась. У диры 10 гейтов уже, у статс тоже где-то столько же. Да, столько же. И мазершип пошёл у статса гораздо более ранее, чем у диры. Ну, дир тоже собирается делать, насколько я вижу. Дир тоже собирается делать. Здесь зилки убегают. Две штуки. Дир, статс сзади своими гонится. Зилки от зилков убегать не могут во втором Старкрафте. Прикол, да, то есть в первом на равной скорости они ходят спокойно. Здесь нет. Почему? Потому что чарж. Они напрыгивают, сцены нагоняют. О, у статса Кайрес. И необычные строятся. Мазершип. Делается. Делается. Так, у статса, а вот у статса здесь. Потомку на второй базе статс убрал. Ну, это что, это ничего не даёт особо. И тут Кайреры, и там Кайреры. Короче, ПВП получается какое-то жёсткое. С массой армадой вообще. С Кайрером дофига. Там и там. Делков статс встречает, разваливает дидовских. У него 2-1 грейда, у дидера 3 атаки. Ну, у делков пареная атака, поэтому... Граня нормально работает. И что, у мига, кстати, мог убить статс, но не доконтролил, не покуснул в итоге. Здесь по центру, кстати, врыв на вторую. Одновременно призма просто на мейн залетает. По 3 фотонки в статс прилетает. Диар не будь дураком. Призму покуснул, и всё. Если бы она была здесь сбоку, и до варп всю зелков прошла, может, у это получилось бы. Но здесь, кстати, некуда варпить зелков, чтобы они нормально к фотонкам прошли. Они в застройке там, прямо внутри, кстати, очень хорошо стоят. Всё, мазершип готов. Статс сошивается около диара. Ну, диара тоже мазершип. Первый каррер у него, кстати, есть. Это у статса нет без камера. Где у него? У него все строятся ещё. Похоже, что да. Пятый, чуточку раньше статс занял базу. В этом будет плюс для него. Но я так понял. Погодите, у диара почему-то один старгист стабильно не работает. Почему, я не знаю. Зелки, опять же, на третью заходят. Ё-моё, надо на муви проходить внутрь, мимо потомки всегда в таких ситуациях. Ну, это отдача лимита. То есть статс выходит на этих зелков. Чтоб их просто разбомбили в хлам вообще. Два аморта ладьера тоже тут отдача лимита происходит, летят. Диара решил, что надо пилону выбить срочно. Но кайреры объясняют здесь призму, что не нужно этого делать. Убита призма, убита иммортла. Ну так, не получилось, чтобы диара нашатать. Но это тоже отдача лимита была, потому что иммортлы сейчас не очень эффективны на самом деле. Кайрер один прилетел. Куда? На муви прилетел. Стат, забирай его. Всех интерсепторов забрал, сам каррер упустил. Ну, потому что его статский каррер сзади... Не, архон такой-то провожает. Тело там с руки. С двух рук. Не нравится ему каррерать, все интерсепторы. Тем более, мне нравится сбитый интерсептор. Опять 29, 200 Диара. Битва равная абсолютно будет сейчас. Диара, правда, 200. У него три каррера до заказа. Устаться здесь они. Четыре штучки в наличии имеются. А у Диара сколько? У Диара три, меньше на одного. Ну и по земле вроде как неплохо. Все, по грейдам устаться лучше на одну броню получается. Но со второй атакой на воздух лучше будет. Со второй атакой раньше у Диара будет на воздух. Мудут устаться. Две фажи, две кибернетки работают. В таких условиях, я думаю, ну не надо лезть на самом деле. Надо аккуратнее быть. Пусть все усиливается. Зачем тебе ломиться-то туда? Пошла движуха. Фидбэк Мазершип статса получает. Диаровский нефт пока не получает. Вот статс резко поломился так. Мазершип решил запустить. Не, Мазершип здесь тяжело попустить. У Диара карреров как-то здесь много стало. Шесть штук. Надо ТП делать. А, фидбэк был какой? ТП, ТП не будет устаться. Мухи отдалися. Диар начинает каррера в туловище фокусить. Статс просто на... Куда лес вообще? Хрен знает. Каррера строится. Все строится. Пришел в лес. А греб просто в хлам вообще сейчас развалился. У Диара стэк замечательный. Тут юнитов. Сейчас он по земле наварпит. 2-0 Диар. Статс сегодня вообще как... Просто мертвец играет какой-то. Куда? Вот зачем? Вот здесь дерешься по этой кромке. Нахрена лезь в узкий проход вот сюда? Видно же, что Мазершип. Ну, попытался фокуснуть. Медленно хп падает. Нечем дофокусить. Уступи назад. Нет, зачем ты взял в лес до конца? Все, Диар приходит добивать, ребят. Семь карреров у него здесь. Это 2-0. Это изи. Диар просто... Еще это... С эти грейды. У статс грейдов больше намного. Куда ты лезешь-то? Там все работают, ведь те грейды делаются. Нафиг лезть. Нет, взял, наломился. Ну и все, статс, походу, из этой группы. Все, ему тяжело будет выйти сейчас. Очень. Он 0-2 два раза уже отлетел. 0-4 идет. Что-то бичевник какой-то перед близко. Он у статс занимается. Да, он на последнем месте. Победа, Диар вообще сейчас на первое выйдет место. Может выйти. Кто далее? Не знаю, кто далее у нас будет. Ждем. Ну остается у нас что у нас? Остается. Тиай статс. А, Тиай статс. Сейчас Тиай дир. Дарк солар. Дарк статс. Тиай статс. Тут интересная такая пара. Тиай статс. Так, рекламу перелюбуют. Спасибо, кто отблоки отключает. Спасибо за поддержку. Всем просят паузу. Пару минут человек. Я тоже паузу возьму. Сейчас встану. До кухни схожу. А, вот надо запрыгнуть в игру сначала. Не так, что помните. Что за поддержку. Всем громадное спасибо. Ребят, сейчас я вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, все, я здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, когда были сталкеры с имами, сколько тому жутко со сталкерами сливались. Я тоже ни хрена не понял, мой юный падаван. Но, как все окей. Так, хотели. Хотели там пересоздать, чтобы там еще один стример зашел, но не стали заморачиваться. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Улучшение командного центра завершено. DimaTorzok. DimaTorzok. Костя с 2005. Ты это серьезно что ли? Бля, я вообще устал. Я в лет 1986 году родился, блин. Мне уже скоро в январе 32 будет года, короче. Бля, я вообще устал просто. А Стас, ты что за год там устал? Ладно. Ребят. Давайте не будем охиней нести. В 90 можно годам устать. А так пока и Стасу не надо уставать, ребят. Но если Стас сейчас тетевая отлетит, то это всё печалюще. Кстати, не переименована ни хрена. Дайте-ка переименую, а то люди в заблуждении ведут сейчас людей. А это очень плохо, что я в заблуждении людей веду. Думая, что преподавал. Думаю. Продолжение следует. О. Кажем. Что-то Стас тут мечет с Оракулом, попытался тивая подбрить мариков, не особо получилось на самом деле. Так, барабанщики строятся, всё там строится и очень неплохо. Так, барабанщики строятся, и все там строятся, и все там строятся, и все там строятся. Ну а у Стаса что, ребят? Оракула дома на обороне находится, на второй базе тут мазеркорде жули. Твайлайт фаржа, в Твайлайте, правда, ничего пока не делается. Третий некст готов, плюс два пилона. Не, ну в целом неплохо Стас вроде развивается. В целом неплохо вроде как Стаса развивается. В общем-то, если Твайл Стас проигрывает, то у него всё не просто плохо, ну он как бы не выйдет точно из группы. Ну вот после победы на Старлиге Стас вообще как-то, на самом деле, слабо стал отыгрывать. У меня такое ощущение, что он сейчас уже на Глесконе сосредоточился, не особо заморачивается. Ещё один танчик полетает, здесь Старлицы везде. Посмотрите, нексусы-то нексусами, но Глефа не готовы пока. Гейтув плюс пять не готовы, а Твайл уже здесь танками пришёл сюда, прямо. Он уже пришёл в дом, к Стасу. Скан, Стим, выбивается пилон, у верчажа, я чуть не наблюдаю. Вот сейчас у верчаж пошёл. Почему пилон-то Твайл не выбил? А, ну он типа решил, что танки всё выбьют сами. Танки и нексусы пилон атакуют. Оба танка-нексус атакуют сейчас. Складывается Твайл, просто сваливает домой. Вот это да, называется. Но, проба, кстати, сохранил большую часть. Просто можно восстановить сейчас нексус и можно что сделать? Восемь гейтов. Ребят, можно просто пойти в атаку, то есть постоять, пока он достроится, чтобы добыча началась. И потом ломануться, как-то попытаться Твайл понапрягать. У него только билы здесь, там пару танков. Хотя тут уже Либератор строится, например, один, правда, всё. Либератор строится. Так, роба, роба, бэй у нас заказан. Очень много мулов у Твайлщика. Кстати, тиммейт статса в этой группе. Три тиммейта играют. Солар, статс, Твайл. Да, и как я и предполагал, собственно, статс решил пойти сагрессивничать сейчас на адептах. Адептов действительно много, но вот эти юниты у статса просто нечем им пока противостоять. Ну, как только доделается блинк, ребят, и статс наварпит, например, сталкеров некоторые... Опа, какие филды чёткие, а. Марики ходят, тупо резят там вообще. Три осталось. Ну, статс про них помнит. Вы-то куда сныкались? Псы, ё-моё, говорит он. Сейчас я вам тут быстро, этот, глефами раздеру просто всё. Да, Тивай из КТ старой тиммейт. А Солар я не понял, как последняя команда Солара, кстати. Он, по-моему, в КТ тоже в конце перешёл. У них с Эргами проблема была после того, как лайфа не стало. Вот, если мне память не изменяет. Наступает статс, ребят, 162, 158. Призма на мэне. Адепты, брость, призму уведись. Что что творит, что статс видит, призму отводит. Адепты на второй оставятся в итоге. КСМ-ки возвращаются на добычу. А если статс тут получит за контроль, в КСМ их могу пошатать. 164, 169, ребят, ситуация по лимиту. Стат 4, нехт устроит. Не, ну статс тут, смотрю, собрался. Колосс из двух роботиксов. Грейды делаются. То есть две атаки есть, броня. Делать всё, статс 2, 1 будет на 1, 1. Получается, Тивайовские грейды. А, Лассиро пришёл. Точно, точно. Ну, вроде как у статса всё в порядке. Если в контроле сейчас каких-то ошибок жёстких не совершать вообще. Так. Я здесь. Ну и стат здесь что-то тивая. Нет, тивая статс развалил. Причём в хлам, ребят. Продолжая движение вперёд. Тивай, кстати, контур-дроп на мэн. Сделал, выпиливает всё. Окрошка. Конечно же... Конечно же, шутку мы оценили. Но... Развивать мы её не будем. Мы можем. 163, 137. Пришла атака вообще. Хорошо. КСМ-ок стасончик разносит. Отступил. Блин. Вот почему статс в пвп? Я так не контролил чётко, как сейчас, в предыдущих матчапах. ХЗ. Тивай не может убогого статса победить даже. Блин, статс так расстроен вообще такими словами. Весь год старался. Первое место по очкам в корейском ВЦС. Но в чатике я не оценил GTI в упомянах в гейме, короче. Вот. Все эти старания. Короче, ребят. Вардиан Шилды здесь. 166, 136. Уступает назад статс. Тивай какой-то последний бой принимает. Все чуть по очереди подходит. Он пишет GG. И вообще статс ставит точку в этой игре. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ну что же, Статца 1-0 повёл, и сейчас 2-0 Тивая выпилит, у него... А, сколько он, погодите, он 0-4 идёт? У него 3 матча впереди, он ещё из группы-то выйти может легко. С первого места, конечно, тяжело, наверное, будет ему. Ну, кому он проиграл? Солору и Диру, получается. Стиваем с Дарком и с... Кто там ещё у нас там? Он не играл. С кем он не играл ещё? Стиваем и с Дарком. Всё, 4 оппонента. Он, конечно, думал проиграл. А, не, хотя он... Не, ну он может 4-4 сделать, теоретически, по картам, как бы, и, может быть, что-то там с ними можно будет уже сотворить. Но, если он хоть одну карту ещё сольёт, я думаю, там уже ему тяжело. Ну, за ТОП-3-то, как бы, можно биться. То есть, получается, за ТОП-1 уже, да. Нет, скорее всего, за ТОП-3 можно. Ну, ладно, теоретически, всякие эти моменты, я думаю, вы там рассчитаете все. Ну, пока смотрим, что происходит. Так, пацаны, кстати, я как-то спрашивал, помню, экспертам. Вот ещё раз хочу спросить, этот, как его... Какой плеер FLW нормально проигрывает вообще? ТОП-3 Перворождённые, быстро! ТОП-3 ТОП-3 Тебе пилон сносят. По классике пошли. Так, что там по классике пошёл, я ещё не понял. ТОП-3 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 Вспомнил, что-то угорел, ну ладно. ТОП-3 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 вперед летит сейчас уже третий нексус пошел немножечко задержался с продакшеном пробующих, но это не страшно. Сюда может сейчас три адепта, кстати, варпануть, да? А, три сталка, три адепта. Опа, это очень интересная тема. То есть у статса стиль в подпуш сейчас с трех гейтов, при этом выход третий нексус. И тивай срывается, он идет вперед. Это крайне неудачный тайминг для него. Статс сейчас придет в атаку, посмотрите, пока тивай вернется из центра, он натеряет здесь рабочих, плюс еще сейчас три сталкера придут, плюс оракул здесь есть. Это вообще печаль полная. Ой, все, тивай в размен только идти теперь надо. Он это, я думаю, прекрасно понимает. Куда ты идешь, статса? Что статс делает такое? Сейчас решил, что в атаке там тивай вот эти юники не нужны совсем. Мазерши в пор выставляют. 50-60 по лимиту, статс пробок чуть не отводит. Грелка дома на мейне заказана. Пробочки пытаются уйти, ушли. Статс уже зашел сам на мейн, да похи тивай не закрыл. Он развалит, сейчас все наглухо. ХСМки пытаются уйти, 60-45 по лимиту. Танчик готов, танк такой пошел. Здесь с пробками сталкеров давал по три штучки, плюс пробки. И тут статс изи отбивается в общем-то. Оракул прилетел назад, сейчас Оракул еще поможет. Ну, тивай, что тут? Тивай, кто знает? А, вот сталкер закупался. Нет, тивай еще сопротивляется, но сдается мне, что тут как-то, ну, это все печальнее. Не, не порт. Юниты Оракул где вообще? Оракул зачем-то в атаку полетел, непонятно зачем. Здесь статс теряет сталкеров в итоге на муве. По рабочим 29-18, статс в плюсе. Здесь один танк против двух сталкеров. Что, один танк двух сталкеров вынесет что ли? Да не, вынести не должен, потому что снизу еще минеральную линию убиваются. Блин, один танк почти с двумя сталкерами справился, это серьезно. Оракул минуснулся на минке. Ну и все, мы, я думаю, антивай в ближайшее время ГГН увидим просто, потому что у статса три нексуса выжило. Гораздо больше рабочих. Технологиями все нормально. Чудо пытался медива сбить, не сбил. Здесь все прекрасно у протуса. По три пробки он строит, экономика вообще очень быстро восстанавливается. Не надо отдавать адепта со сталкером на одну ксм-ку сейчас. Куда ты? Что, все пусто. Сбомбит его дает. Бывает. Так, предше... Не, сетка так не работает точно. Она есть в восклицательном знаке в правом верхнем, либо под плеером. Так, ну статс тут, конечно, раскачивается 46-24. У ТВ больше боевого, кстати, что самое интересное. Стим... Блин, вот на стиме ТВ может... Хотя вот... Не, ну статса твайлайт и форжа... Статсу нужно сделать что-то вот, что поможет ему сильно от разводов. Я бы даже, может быть, не Глефовы первыми делал, а какой-нибудь блинк бы, например. Потому что ТВ вперед пойдет, сейчас просто по эко переварпит его и блинк будет. Глефы надежнее тем, что они быстрее гораздо делаются. И плюс против Био они решают очень сильно адепты с Глефами. 55-31 по рабочим. Плюс 5 гейтов статс делает. Они же гейтов, гейтов, ну не гейтов, наверное, даже. Вот. И роботу сейчас с призмой. Надо же, мать, нечего ждать вообще. Статс решил опса первым делать. Ну ладно. Опсевер так опсевер, фотоночка на второй делается. Почему не здесь за минерал или вот не здесь, а вот как-то странно. Тоже позиции не знаю. На мейне фотоночка, на третью пока нет. С мейна пробок статс лишних уводится. На третью надо... Да, и добыча сейчас хорошая будет. То есть на третью идеальная фактически. Минералы на минералах там 16 будет. И на газе по 3 рабочих. Призма доделывается, глефы доделают. Утевая от Сесехи даже нет. То есть он выход планирует делать. Ну тут статс и сам выйти убить может вот сейчас скоро. А если Тивай вперед пойдет, то это вообще будет для него очень печально. Четыре пилонесса делается. Призма почти готова. И все уже готовы в арте. Да, идет вперед. А, утевая еще. Ёма. Утевая под глефы плюс один еще будет. Сейчас марики без щитов. А это вообще просто для адептов лакомое вообще. Кусочек, я бы сказал. Балансный такой в этом плане. Так, заходят сталкеры. Заходят адепты. Призма здесь адепт телепортируется. Просто на глефов мариков уносят вообще в хлам. Танки статс уносят в хлам. Просто на муви здесь разбираются. Стиваем. И наверное вперед даже он пойдет сейчас, понимаю. На, добивать и Тивай тоже понимает. Все, всем печально. Так, бота нету никакого. Ну, я вообще-то думал, что... Ну, Тивай какой-то мертвый, если честно. Просто мертвый. Даркстат сейчас. Так, погодите. Кстати, Тивай сыграли. Тивай Дир у нас стоит. Он Дарк Солар и Даркстат в самом конце вообще будут. В самом конце. Ну, Тивай на последнее сейчас уйдет место. Ну, статс он может за третий побороться, если он Дарк 2-0 сбреет. Например, в последнем матче, то... И то, если сейчас Дарк победит, по-моему, то николина не получится. У Дарка два матча еще будет. Солар же он еще бьется. В ЗВЗ будет еще. В ЗВЗ. Пока не буду переименовать, пару не знаю. EL КУХОТ СЛУДА Солар РЫВ ПОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ЗВЗ у нас, ребят, БО-2... БО-2, ЗВЗ... Не знаю, сколько на это время уйдет, но... Думаю, что не дольше, чем на другие матчи. Значит, последние будут не зеркальными, и это хорошо. У нас еще ДАРК останется против статса. И ДЕР против ТИВАЯ после этого. Так, мы посмотрим, что будет. 17-я хата ГАСПУЛ у нас тут. Тут и тут билд. В общем-то, СОЛАР красный, карта ОДИССЕЯ 11 часов, 5 часов ДАРК. СИДИ. Надеюсь, цвета такие дальше будут. Если в корейских туриках, там, в GSL, в этом можно быть уверен, что проследят за цветами. Здесь в онлайне всякое бывает. Игроки себе поставят. Ну, там никто внимания не обратит, как бы, и... Получается, что такая тема. Не очень. Ну, необходимо просто... На самом деле, на таких турнирах всегда пары меняют. Почему? Потому что бывает, что какой-то матч уже в конце ничего не решает, как бы. И чтоб никто не подстраивался, ничего не делал, ставят какие-то матчи раньше. СОЛАР ДЕР, они 4-2 по картам идут, например. СОЛАР сейчас проиграет. У ДЕРа там местами, может быть, шанс поменяться будет в перспективе. А потом и статс может что-то там учудить. И что-то может напроигрывать. Там места могут поменяться. То есть, под это всегда делается. Под стройчиком. СОЛАР ставит плетку. Зачем ему плетка? У ДАРКа тоже в Беллинг Нест на мейне, только он заказан сейчас. И он никаких плеток не ставит. Он по-рабочему уже на 3 в плюсе ДАРК сейчас. Третья хат пошла. И там, и там третья пошла. На третьей минуте третья. Ровно. И у СОЛАРа, и у ДАРКа. Первых Беллингов ДАРК МОРФИТ. 12 собак подстраивать. У СОЛАРа нет столько собак. Но он, кстати, у обоих скины здесь на лингов. Есть эти одинаковые или нет? Да, одинаковые лингов-беллинги. Так, собаки тут возвращаются. У ДАРКа собак была заморфила. Нормально, проверок, что-то тут, кстати говоря, заказано. И вот они все вперед. СТАЙОЙ СОЛАР тоже 10 лингов заказывают. У ДАРКа 15 собак. Сейчас есть Беллингов ПАРУ МОРФИТ. Ну, попытка третью базу понапрягать, конечно же. И из-за того, что боевой лингов закалывает, у него он по рабочим сейчас проседает. 33-36 только что было. Там 30-35 на 5 разница. Не критичная разница, на самом деле. Но все равно... Опа, е-моё, как не взорвалось-то все там? Айд СОЛАР в итоге взрывается. Что он делает? Вообще ДАРК просто на халяву заходит. Ребят, что за бред происходит. Беллингов заходят в рабочих. Плит там против Бэйнов. У ДАРК 8 дронов падает сейчас. ДАРК уже в плюсе. Абсолютно какой-то недоконтроль от СОЛАРа. И там еще и Роучи заказаны, ребят. То есть до ПУШ будет 12 рабочих ДАРК минус Нук. СОЛАР 2 от СОБАК строят сейчас. Но у ДАРКа Роучи им пофиг будет на СОБАК. У него дома Беллинги есть. Я так понимаю, Роучи Реведжера, Линга Беллина, ПУШ у нас будет здесь происходить. То есть просто пойдут Роучи вперед. Демеджные будут у Реведжеров. Морфится против СОБАК будет. Беллинги брошены. И СОБАК в ДАТИКАНИЕ. Так как самые быстрые юниты для ДАТИКАНИЕ очень хорошие. Поэтому. А СОЛАР Беллинг БАЗ делает. Смотрите, он максимум Бэйнов делает, Лингов. Надо прикрывать от Беллинга ДАРКу свою базу вторую. И вплетятся рабочие. Где все Роучи? Не понимаю. У ДАРКа их больше было, чем сейчас есть. Вот они сбоку откуда-то пришли. Бэйны на Акрипе. ГГ-хлопа тыщет. Понимает, что Бэйна не убили много слишком. И у ДАРКа все прекрасно. Роучи дофига. Он сейчас заулынил. СЗ зажал. ГГ и Ливая. ГГ-хлопа тыщи. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И у него будет еще при этом всем возможность обмануть Просто мастить Роучей И сделать какой-то выход Солору под третью баску И его просто убьет И все Причем по лимиту Ударка все просто замечательно Он продолжает мастить Роучей То есть он будет делать именно выход Это очень важный момент Потому что как раз вот сейчас Он и должен происходить этот выход По скорости плюс один Доделываются апгрейдики И можно и нужно двигаться Вперед Или же позже Дарк собирается двигаться Еще 7 Роучей заказ Не знаю как он собирается двигаться Но нужно это делать Солор причем Овером прекрасный вид Когда Дарк вперед побежал Здесь Ксилнагу не контролят Солор Но все и так понятно По рабочим даже чуточку в плюс Солор вышел Но здесь выход идет И 20 Роучей на 7 Плюс один здесь есть Здесь отсутствует Собаки в этой ситуации Вообще Солору не нужны Ну и Роучей не хватает Детям Дарк забегает Начинает бой И пилет королевку Пилет Роучей 2-0 просто на изящих вообще Дарк на первое место выходит Получается В группе своей Да? Нет Ни хрена не на первое У него лучше ситуация с того Две победы А да не счастливать поражению У него сейчас будет Ну а сейчас Либо Диер Тивай Либо статс против Дарка Все они здесь Тивай правда Афкшит сейчас 2к2 Два матча Бу-2 осталось Сегодня Тивай уже все вылетел Получается С этого турнира У статса еще шансы Минимальные есть Ну а чтоб Диер и Тивай Вынес Чтоб у статса Шансы были Во-первых Дарку статса 2-0 Побеждать Дарка статс Продолжение следует... 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 Царф? Может и царф. Пацаны, рекламу надо напилить. Пилю рекламу, что-то, ну... Ой, куда ты, поддонческий. Вот, ребята, статс проигрывает 0-1. Да, Арк очень быстро его убил сейчас. Помните про блоки. Подписывайтесь на премьер, поддерживайте моему канал. Всем здесь громадное спасибо, кто так делает. Вот. Редактори. Редактори. Привет, лавка. Смотрите, какие билды, ребят. Пилон гейв от снега с кибернетчика устаться. Больше не хочет он почему-то с Дарком ставить золотых баст, потому что он его, бэллинг бастом унижал за этот билд. А вот Дарк не против в хатку первую на золоте впилить. Карта Одиссея, напомню, у нас тут. Ну что, дроны поехали. Да, поехало 6 дронщиков. Дарк, кстати, не так уж много переводит их. И почему-то тайминг херовый переводный. На самом деле они уже должны здесь были приехать. Здесь уже отсюда сейчас дрон достроится, а эти все едут. Надо было сразу, чтобы идеально аккурат к готовности хать, причем можно было сразу 12 переводить дронов. И добыча бы подскочил, просто Дарк решил надежнее, чтобы там добыча полностью не падала. И чтобы отсюда часть рабочих в перспективе, которые, если даже больше 16 их будут построить, сюда перевезти. А здесь уже с новыми инъекциями, с королевой заполнится все. До идеального количества, хотя бы не до 12, даже до 16. Здесь же у нас 8 минеральных кучек. Ну вот хотя бы 8, да, если бы проводить хотя бы по одному ровочу. Ну ладно, не суть вопроса. Дарк увиднее, как ему делать, как у него рассчитано по билду, по его золото начинает добываться. добыча уже выше, на 5 рабочих меньше, по газу кышниже, по минералам выше, из-за золота именно. Причем здесь так происходит. Адеб зашел, ушел. Второй подходит, надо сзарвить по зарезу, скорость к собакам, передвижение, чтобы здесь бодаться, биться. Так, секундочку, мамочки, что-то... Абсолютно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ЛтiaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Продолжение следует... 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 Вот на правой стороне браузера, на всяких спам-ссылках, на которые люди входят, не шарящие там и т.д. Там, да, там шок, там шок, все дела, человечество, блядь, идёт вперёд, там. Купола строят за херак, а там ссылка, ну, там, накали мне купола, там, допустим, или продают какие-то, ну, попы, там, купола, там, я не знаю, там, и все дела. Так что так шутить не надо. Это не тот век, когда это произойдёт. Или купола какой-нибудь, купола третьего размера, там, знаешь, типа, блядь, аккуратнее, типа. Голые купола. Вот это да, вот это всё есть. Короче, ребят, Тивая против Дир, и Дир решил прессануть. Тивая прям в лоб атакует. Уходит из ранжа Либератора, но Тивая как-то хорошо дерётся. Гвардиан шелдом Дир отгоняет, конечно, но атака-то провалилась. Потери слишком высокие, и получится ли продавить вообще? ... Субтитры сделал DimaTorzok Пытается DimaTorzok Куда рабочих то вывел? Тивай надо их покрошить Здесь DimaTorzok нормально забирает несколько рабочих Опять пытается прессовать Понимаете? Не хватает очень сильно здесь DimaTorzok Нужен до варп еще один Почему он адептов в варпе? Сталкеров очень мало Кто о чем? Ну да я о реальности А ты о фантастики Согласен тут кое-во Кто о чем Я что-то матом ругался Извиняюсь Сейчас не планировал ругаться матом А так-то бывает Так призма и попытка на мейн Залететь не очень удачная Попытка здесь 2 туретки Поэтому она и не залетит туда 130 и 124 по лимиту Еще раз призма на мейн пролетает Бедные адепты Вот если б сейчас призма на мейн Вот сюда пролетела мимо этой минки Которая кстати с начала игры Здесь вообще зарыта И вот сюда б она залетела Наварпил бы Диер здесь что-то вообще То тогда бы кстати Может быть получилось бы Удачно проатаковать Но стоит отдать должное Диеру Несмотря на то что Не очень удачно атакует У него хорошая экономика при этом Все Так спасибо Эймеру за поддержку Еще раз Я столкнулась с противником Я выхожу из стены Есть Перворожденные выстоят Враг познает нашу ярость Так филдосы идут Нас ждет главный бой Я здесь На наши зомби напали Все все настроил здесь ребят Здесь движуха просто дропы Тиуай на мейн пролетает Диер не готов очень здорово Орандыч Здорово всем ребят Я уже 500 раз говорил что Сегодня были работы на гудгейме И поэтому косяки небольшие Получились в плане того что Был разрыв в стриме Вот и падал стрим Короче пауза была Ну а в итоге все нормально вроде как Так Урваются адепты Сталкли спустят Либераторов В это время Выход на Идет на Куда На четвертую На третью базу Здесь Либераторы кстати Спалил Свой выход Либератора Митивайф Который без медиваков Вообще происходит Нужны адепты Оверчаж есть Оверчаж пошел Оверчаж Хорошо кстати работает здесь 136 137 Ребят И лимит это вообще практически Равные стали А ведь между прочим У просто 3 атаки Он очень сильно разносит Вообще Вот Поэтому Я к чему говорю что Запись Запись будет Немножко Разделена Получается У нас тут Ну а что делать У тирана 1-1 И вторая атака Что какие то стили сейчас Постоянно Одна инженерка Вот например Что за одна инженерка Вообще Четыре базы вроде А Пятая Причем в наглость Четвертая строится На пятую тут полетел Просто наглеет Нереально Тивайт Диро уже собрался Агрессивич Диро уже Темписты строится Кстати говоря Сталкеров От блинкни Блинка и сталкеров Назад ехать Либератора Опасно встали А у них кстати Рэндж есть Без темпистов Ловить нечего Согласен абсолютно Дарк На новенькую базу Заходит Навел шукер Здесь Рабочих кончает Вообще Конкретно Пять Сейчас На перо свое Посадил Невидимое В первом Старкрафте Атака Дарка То есть Его оружие Называлось Изогнутые лезвия Насколько я помню У Дилата У Дилата Я вообще не помню Как называлось Во втором Старкрафте ХЗ Надо бы глянуть У Адепт У Адепт Понятно резонирующий Глеб У Сталкеров Нейтронные Расщепители Так Адепт Опять на эту базу Приходит Ту же планетарка У Иммортлов Фазовые Расщепители А у Сталкеров Какие Нейтронные И фазовые То есть У них Оружие По типу Близкое Все клинок Узел В первом Старкрафте Я не помню Как там у них назывался Вообще Нет ни одного Узелка Что посмотреть Смотри Что за атака Разрушающий луч Понятно что Не созидающий Так Отступаем Дир Зажали Здесь Фламя Но Либератор Хорошо работают Против Либерков По земле Не понимаю Разваливается Или нет Развалился По земле Но в целом По лимиту Более-менее норм Кстати говоря Темписты бьются Сталкеры бьются 3-1 Грейды Архона забрал Не Пока биться можно вообще А Уже Муты Как Глейв Называется Или Сплэш Короче Я не помню В первом Старкрафте Как то так называлось 151-141 Здесь Штармы Плюс еще Темписты Ну это какой-то у тебя перевод Винтовка Гаусса С-14 В первом Старкрафте тоже винтовка Гаусса была Гранат и каратель мародера понятно Темписты что он здесь посмотрит Кинетическое перенапряжение Воздушные цели Резонансная петня Петля По наземным Ну меня интересует вопрос Если там Резонансная Здесь эта херня Почему они выглядят Черт побери Одинаково Ладно на самом деле это Все что придираться к размерам Это Прикол конечно Обдила Что они здесь Пси клинки Да Пси клинки Мне дарка хочется Вот он где он Клинки искривления Да Клинки искривления А Ну да В первом просто там переводы были кривые Получается там типа эти Искривленные или кривые лезвия Изогнутые лезвия То есть клинки искривления или изогнутые лезвия То есть разница то велика Да как будто То есть Искривляют они там материю Клинки эти допустим Или что то там делают Или блять изогнутые лезвия Взял и загнул лезвие Всё Так пошла атака Штарми дир Штармы жёстко проходят Темписты по моему все упали Не один живой викингов убьёт Всех дир Убивать их викингов по земле В либератора ренже дерётся Куда ты в либератора то ренч влез Балбенчик ты ё-моё Влез в ренч либератора Всё слил сламп Ну что за ошибки то глупые такие Неужели назад на миллиметрик Не отступить вообще Не отступил нифига Дир Развалился Дает сивая энергию Потратил даже Прикольно было Редко ковидишь как гос в смыперит адепт На самом деле казалось бы рядовой момент Но редкий вообще Выход Дир На дальнюю базу Ну вот дир Понимаете в чём он зафейлил Он просрал всех темпистов Всех абсолютно В итоге тивай спокойно всё добывает Экономика просто нереальная Вторая атака на воздух Здесь по нулям воздух Кстати говоря у дир Вот он на дальнюю базу опять идёт Здесь никс придётся отменить в общем Дивак улетает вообще Чакрум да я видел чакрум Что это чакрум Вон чакрум это такое оружие какое то Я помню там то ли индийское То ли какое то такое Я где то недавно видел этот чакрум Термин такой Так 80 ровно дэмэджа с одной атакой А с двумя уже поболее будет Уже 85 Уже с двух ударов сталкер будет минусоваться Ну чакрум Ну чакрум Так Опять дир вперёд Прёд Ну в этот раз На чисто на наземных юнитах идёт А здесь гостов достаточно много Да вот же посмотрите Гост академия Можно к ней подойти Зачем на тирана армию ломиться Куда Псистормовики все в ЕМП ЕМП просто прекрасные залетают сейчас со стороны Севая Мойдира Псистормов всё равно накидал Много Ой как выманил На стадисную ловушку Здесь ещё выманил Но надо давить Продолжать давление Один либератор Два либератора Ничем не прикрытых Но сталкеров мало Не блинкнуться сюда Что ли Вот ещё сталкеры подходят До разморозки Надо Блинкануться Либераторов Выбить и убить Всё Ну предпочитает по-другому действовать На самом деле Дир Вот Не в итоге оставляет здесь Покое тива Бляха Муха чё-то Вот чё-то заболело Сейчас рукой я больно ударил Кое-куда Себе Бля Руками Зачем я махаю Не понимаю Так 157 170 Я не понял Всё заморозилось Дир конечно вижена не имел Что там сзади юнитов нет Но Почему он не воспользовался этим шансом Я без понятия вообще Ну вот Ошибка лезть на столько Много Либераторов Как по мне очень ужасная Со стороны Дира была Он абсолютно Зря сюда лезет Понимаете Он месяца в лоб А у тивая Бас просто дохрена Разводов Нет никаких Никаких до арки Никто никуда не забегает А в лоб очень тяжело будет Ему биться Вот например Прошёл дроп Сейчас уже сюда Ничего не варпануть будет Мазеркор Один Сейчас его Марийка 2 Здесь просто распальтушат Ёма Так и произошло Ещё шторм прошёл Не ну уровень игры Конечно в любом случае Высокий То есть Дир сопротивляется Ну вот как то странно Что он не пытался Разводить никак Вот здесь вот Бункеры Туретка Из бункера Команда Выдвигается Пожарная Аркад Тушит сейчас Ну Дир сам Под бункер И зашёл Почему так агрессивно Дир действует Я не понимаю Зачем ему так Вперёд Сильно лезть Не понятно Что это Сталкерами Либераторов кстати Выпиливает Иммортлами землю Зелками Изобрил всю Ну в центр Дир смог выйти Четыре птишмяка Очень далеко Варпаются Заходит на центр Здесь Цеху Кстати Путевая Боевого нет Чтобы вот это Выдержать Всё Цеху одну забревает Дир здесь На планетарку Зелков Не посылает Не посылает Четыре птишмяка Наверх Атака на орбиталку В это время Очередной дроп От Тивая идёт Шесть мариков Здесь Зачем Рабочих Дир сюда привёл Я не знаю Рабочих Назад берёт Птишмяки Отстали Есть у Гастов ЕМП ЕМП Пошли сразу Одним ЕМП Всё Вот Когда я смотрю На корейца Вот Топового Типа Как Дир Но здесь же может Этот момент Всю игру решить Одного птишмяка Вперёд Выведи Кинем шторм Остальными сзади Попридержи В куче все идут Одним ЕМП Всё сразу Четыре минус 100 на 143 Ребят Лимиты бескомпромиссные Конечно Борьба здесь идёт Вот Но Тивай лидирует Причём Сейчас очень жёстко Вообще Дир пока не сдаётся У него две базы Добычи У него просто нет Потенциала Чтоб настроить Хотя бы 200 земли Нормально Ну у него грейджная земля Тем более никаких Темпистов А темписты вообще без грейдов Так Заоблинг Мулов там подрезает Ну Тивай действует Понимаете Тиран избрал стратегию Которую редкие тираны Вообще играть умеют То есть В надёжную оборону С планетарками Там С созданиями С либераторами И био Которая курсирует Между этими базами Всё отбивает Да Только потом у лейтетеран Тиран 3 идёт Да Периодически Размены Происходят Но Нету задачи У Тивая Сделать какой-то выход Убить диро Дир же сам Зачем-то на него ломится И Просто-напросто Сливается В пламищу Опять на верхнюю базу Забегание Здесь кстати Опять бункер Восстановлен Сделки к нему приходят Социальщики Подняты Псишторм даже кинуть Не успел Сейчас Дир Что он делал Я не знаю Не ну сталкера тут месяц Добычу на дальней Здесь Тивая вперёд Правда идёт И здесь один всё Псиштормовик Который Просто Спокушен Сразу же оказывается Но если Псиштормяков не контролить На такой стадии Что ещё контролить Ты чёрт убери Можно 20 пробок минус 150 118 Боевого 84 100 20 зелков есть Всё И МП наглухо Шторма говорит Тивая не надо Кидать И правильно Шторм бы здесь всё мог Перевернуть Убить всё Но в итоге Не будет его На стиме в центре Последний бой Выжимается У нас Тивая Дир пишет ГГ 1.0 В пульту Дира Ой Тивая Простите Тивая 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 Ну что, Последняя карта на сегодня прыгаю у нее на сегодняшний день Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется Привет, Рэмс, привет всем Ну, DimaTorzok именно так играет Может, эта игра будет быстрее, может, не быстрее Сейчас посмотрим Так, кто там звонит, ребят, погодите секунду Опять начинается какая-то баклата Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наши ХСМ атакованы Так, ребят, все, ладно Здесь опять там сосед Что-то все с батареями с этими бегают Как курица с яйцом, блин Ну, один решил, что Пора ботевая проксить Кстати, если ADR-карту сейчас отожмет, получается, он что У них поровну с Оларом будет, что ли Не знаю, короче, как там будет Пошла атака, ребят, здесь КСН-ки проезжают О, тут Тивай все вообще контролят абсолютно Сейчас он проксистаргейт увидит Цеха строится, марики строятся Факторка строится и инженерка строится У Тивая тут сейчас и туретки будут И можно запилить будет циклона А, Минку предпочитает А нахрен Минка-то Цеха прилетает, ровно садится она здесь Так, и курсы поднимаются Мазеркор почти прилетел Адепт кривенько тут в крампе телепортнулся Есть Оракул, но а че он сделает этот Оракул Марики строят, ну да Марики падают, вот циклон заказан Был бы сейчас циклон, было бы намного лучше Минка каким-то странным решением была на самом деле Странная Тивая На, у рампу-то ее было копать Или вот сюда, по дворах хотя бы Видно, че, чтобы она хоть что-то могла убить А то нам и туретка, и Минка одновременно Все, циклон готов, но два адепта наверх хотят проскочить Я не стал проскакивать Действительно, экстра сапплай был кинут Очень дорогая депуха Которую сейчас очень приятно Можно грелки просто вынести было бы Это бы чтобы О, минус араху С которого энергия вся была Это даст минус 16 сапплай вообще Да, конечно, мина быстрее, чем циклон строится Ну, идея Тивая понятна была с миной Просто здесь уже видно было потом, что циклон лучше крыла Зашел бы здесь Субтитры сделал DimaTorzok Атакуете, ребят Пробить бункер Убить циклон Марики здесь абсолютно ничего сделать не смогут Это 1-1, ребят А че у нас переигровки, что ли, будут Между Диером и Тиваем, что ли, я чуть не понял Мы Диером и Солором Тут как-то у нас все получается Кто третий-то, кто четвертый займет По картам, одинаково по всем Одинаково параметрам Вообще по всем Не личный матч, а не чейный получился И как это понимать Сейчас мы поймем Ну Солора тут уже чет не видно Поэтому если, наверное, что-то и будет То не сейчас, походу, да Диер второй, Солор третий А как это получилось А, наверное, не обновленные результаты Наверное, были, скорее всего Ну, похоже, что да А, все, да Диер пятую победу получил Да, у него 5-3 получается Ну все, пацаны Я тоже буду закругляться Вообще То, вообще то И выложу сейчас все это На ютуб Надо мне все переименовать Там аж целых три записи Увидимся завтра в то же время В 14.00 У меня сейчас будут дела Как бы И тоже будет мастер-колизей У нас этот турнир Будет группа B Очень крутая группа Где будет биться Live Сирала Навыщенный Пакт И Харикейн Судьба Сирала Очень интересна Помимо и Навыщенный Там корейцы Не самые адские Тоже будут Так что Такое дело, ребят Всем громадное Спасибо за поддержку Еще раз Увидимся Короче Завтра Ну это вам и понятно Что завтра Увидимся Все Всем пока На связи